Особенности зимнего ухода за волосами Главные и обязательные правила автор 29-12 2020 зимний уход за волосами имеет ряд простых правил, которые очень важно соблюдать. Мы расскажем об особенностях таких процедур. Узнайте, почему в зимний период волосы особенно капризны и как за ними ухаживать. Наконец-то пришло время для средств с насыщенными текстурами, которые в теплое время года слишком тяжелы для шевелюры, но на этом Особенности ухода, конечно, не заканчиваются. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка, из-за чего портятся волосы зимой. В первую очередь важно отметить, что организм ощущает дефицит витаминов и это оказывает влияние на состояние кожи головы. Также не забывайте о перепаде температур, горячий воздух и помещении холодной на улице. Все это делает волосы ослабленными, ломкими и сухими. Вносят свой вклад и головные уборы. Из-за них волосы быстрее становятся сальными и наэлектризованными. Основные правила ухода за волосами Обычно зима оказывается нелегким испытанием не только для иммунитета, красота волос тоже страдает. Предлагаем ознакомиться с планом по их спасению и пережить зиму с минимальными потерями. Моем голову правильно по возможности не моете голову слишком часто, делайте это не чаще, чем действительно требуется. Из-за активных компонентов в составе шампуня растворяется естественная защитная пленка. В связи с этим может нарушиться липидный баланс кожи головы. Руководствуйтесь типом ваших волос при выборе оптимальной частоты мытья. Обычно жирные волосы допустимо мыть раз в один-два дня, а сухие пару раз или даже один раз в неделю. С сушим феном правильно ради здоровья волос лучше вообще не использовать фен и сушить волосы естественным путем. Если же этого никак не избежать, то не забывайте использовать термозащиту. И конечно же помните, главном правиле – не выходить ни у лицу с влажными волосами. Питание и увлажнение в уходе за волосами – эти два аспекта очень важны. Не забывайте о нескольких необходимых этапах. Помыв волосы, воспользуйтесь кондиционером, после чего нанесите увлажняющую сыворотку на всю длину и масло на кончики. Головной убор благодаря шапке воздействия холода на волосы значительно минимизируется. Тем не менее, при этом одновременно стимулируется работа сальных желез кожи головы. Нередко не обходится и без образования статического электричества. Лучше отдать выбор головным убором из натуральных материалов. Стрижка волос. Даже если вы решили отращивать волосы, не забывайте о необходимости состригания секущихся концов. Благодаря этому сухость волос будет минимизирована, а также вы сможете предотвратить дальнейшие повреждения прядей. Из-за чего портятся волосы зимой. В первую очередь важно отметить, что организм ощущает дефицит витаминов и это оказывает влияние на состояние кожи головы. Также не забывайте о перепаде температур, горячий воздух и помещении и холодной на улице. Все это делает волосы ослабленными, ломкими и сухими. Вносит свой вклад и головные уборы. Из-за них волосы быстрее становятся сальными и наэлектризованными. Основные правила ухода за волосами. Обычно зима оказывается нелегким испытанием не только для иммунитета, красота волос тоже страдает. Предлагаем ознакомиться с планом по их спасению и пережить зиму с минимальными потерями. Моему голову правильно по возможности, не моете голову слишком часто, делайте это не чаще, чем действительно требуется. Из-за активных компонентов в составе шампуня растворяется естественная защитная пленка. В связи с этим может нарушиться липидный баланс кожи головы. Руководствуйтесь типом ваших волос при выборе оптимальной частоты мытья. Обычно жирные волосы допустимо мыть раз в один-два дня, а сухие пару раз или даже один раз в неделю. Сушим феном правильно. Ради здоровья волос лучше вообще не использовать фен и сушить волосы естественным путем. Если же этого никак не избежать, то не забывайте использовать термозащиту. И конечно же помните, главном правиле – не выходить ни у лицу с влажными волосами. Питание и увлажнение в уходе за волосами эти два аспекта очень важны. Не забывайте о нескольких необходимых этапах. Помыв волосы, воспользуйтесь кондиционером, после чего нанесите увлажняющую сыворотку. На всю длину и масло, на кончики. Головной убор благодаря шапке воздействие холода на волосы значительно минимизируется. Тем не менее, при этом одновременно стимулируется работа сальных желез кожи головы. Нередко не обходится и без образования статического электричества. Лучше отдать выбор головным уборам из натуральных материалов. Стрижка волос. Даже если вы решили отращивать волосы, не забывайте о необходимости состригания секущихся концов. Благодаря этому сухость волос будет минимизирована, а также вы сможете предотвратить дальнейшие повреждения прядей.